Владимир Абдулевич, добрый день. Добрый. Масштабная антикоррупционная кампания в Дагестане дала свои результаты. Оголились проблемы, которые долгие годы объективно тормозили развитие республики. Радикальные меры и решения были приняты во многих областях, в том числе кадровые решения. Раньше работали коррупционные схемы в полную силу и практически во многих сферах не работал закон. Сейчас коррупционные схемы в значительной степени сломаны. Ну и закон не во многих сферах заработал. В связи с этим, как вы видите налаживание этой работы по самым важным направлениям? Политика, управление, экономика, финансовый сектор, налоги, бизнес, здравоохранение, социальная защита. Вот какие-то точки роста. Вы знаете, я вот сейчас только что пришел с партийной конференции. Мы в какой-то степени об этом тоже говорили. Единой России. Значит, первое, вот то, что вы сказали. Да, да, какая-то работа проделана. Значит, сейчас вопрос, как я его понимаю, состоит в том, чтобы не увлекаться только одной стороной, такой силовой зачистки, а на основе той практики, тех знаний, которые получены, вы правильно все сказали, могу с этим только согласиться, выстроить систему сотрудничества людей с властью. Если мы идем по правильному направлению, и люди нас поддерживают, то тогда и те, кто может стать предметом изучения правоохранительных органов, работа кого, деятельность, может сам встать на путь, как прежде говорили, обеления, очищения, декриминализации как угодно. Ну, например, мы сегодня имеем уже такие практики, когда мы можем наводить порядок в той или иной отрасли не только правоохранительными методами, но и с участием администрации бизнеса самого, того самого токсичного бизнеса, который заинтересован в том, чтобы вот эти токсичные активы убрать из производства. Это непросто сделать. Ну, приведу пример. Вот сейчас в республике реализуется поручение президента, которое он дал персонально по Дагестану, генеральному прокурору и председателю правительства, в части наведения порядка в сфере энергоносителей. Знаете, да? Наша тема, да, газ. Вот сейчас там арестованы ряд руководителей, и эта работа продолжается. Вот эти вот многомиллиардные долги за непонятно куда ушедший газ. Сейчас, ну, вроде все люди взрослые понимаем, что газовое хозяйство достаточно опасное производство. На нем существует сегодня современный механизм контроля. Есть люди, которые этим занимаются профессионально. И при этом за год около 7 миллиардов непонятно куда, значит, ушли расходы. Тут, как говорится, надо разбираться с консерваторией. Ну, и поэтому сейчас произошли эти аресты. Но ведь цель-то не в них. Цель в том, что навести порядок. И вот была проведена такая большая масштабная работа, в частности, в Курдбахенском районе. Она продолжается. Когда мы смотрим и видим, что, например, выращивание овощей, помидор, огурцов осуществляется в одних теплицах с технологиями пятых поколений, где и капельное рошение, и умное производство, и сокращающиеся объемы обогреваемого пространства в зависимости от состояния атмосферы. Все это уже работает везде. Но рядом накрыты территории, сопоставимые с хоккейными площадками и футбольными полями, которым подведен газ, и который расходуется явно бесконтрольно. И оплата, которая должна осуществляться, она не осуществляется. Вот в связи с этим сейчас проводится такая масштабная работа. Мы, в частности, на совещании глав переговорили с главой Курдбахенского района. Я его предупредил, что он должен занять активную позицию в части наведения порядка. Мы должны закончить, и не только в этом районе, с постыдной практикой, которой уже давно нет у нас в стране. Когда у нас есть улицы без названий, а дома без номеров. Когда у нас есть двойные газовые сети, когда у нас есть бесхозные газовые сети. Это опасно. Вот сегодня буквально мы с вами смотрели телевизор и видели, что большое количество людей погибло в Мексике в результате незаконной врезки в газопроводах, насколько я помню. Это опасно. Сколько уже примеров. Мы никогда не будем иметь того, о чем говорят и ваши коллеги, встречаясь о эффективном производстве и о высокооплачиваемых, высокотехнологичных рабочих местах. И наши дети, с которыми я встречаюсь в вузах, в школах, которые очень хотят работать на высокооплачиваемой, интересной работе. Этого не будет, пока, допустим, производитель, который использует израильскую технологию, я был на такой теплице. Там даже полиэтиленовые стенки, но они не просто из полиэтилена, это стеклопакет. Там определяется высота теплицы в зависимости от времени суток. Все научно обоснованно. Когда я приходил, дело было к вечеру, и она стала опускаться до высоты самого большого побега. И ночью будет отапливаться на многое количество кубометров меньше пространства. А вот такую погоду, соответственно, наоборот. Там капельное рашение, там система контроля. И они задают вопрос, а как нам конкурировать с ними? И зачем нужно конкурировать с тем, кто занимается воровством и преступным сговором, мошенничеством? Зачем вам развивать производство? Это серьезная вещь. Это вызов, вызов Дагестану, будущему нашей молодежи. Вот поэтому здесь, конечно, мы сейчас заинтересованы и будем все больше и больше вовлекать людей в этот процесс. На примерах. Если кто-то еще сомневался, что это будет, что это вот временно, до какого-то срока, эти сомнения уходят. И я думаю, все больше и больше людей будут вставать на этот процесс. Пользуясь случаем, могу отметить, что наши беседы, которые кто-то вначале воспринял как слабость, наверное, как какой-то такой популистский ход, когда мы приглашали владельцев, допустим, заправочных комплексов, строительных площадок, крупных налогоплательщиков. Не прошли без след. Мы, во-первых, провели нейтрализацию всех заправочных станций. Понимаем, сколько их. Они увеличили оплату налогов. Это был разговор в основном пока. Далее. Некоторые из них увеличили плату налогов в 2,4 раза. Я признателен, и мы к ним будем особо бережно относиться, к тому бизнесу, который перешел в правое поле. Мы будем его защищать и поддерживать. Потому что... Но теперь они задают вопрос. А как быть с теми, кто не платит налоги в таком объеме? Здесь это тоже вопрос к власти. Нам нужно этим заниматься. И вот сейчас я говорил про тепличные комплексы. То же самое можно сказать о строительных площадках. О многом-многом другом. Мы пока еще не создали современные рабочие места. Это отдельная забота, это отдельная работа. Но мы сегодня уже, вот в прошедшем году, увеличили количество рабочих мест, например, на ЗС. То есть это то, что было в тени, теперь заявлено как рабочее место. На строительных площадках увеличили, в других сферах. И в результате у нас сейчас заявились рабочие места, которых раньше не было. А это двойная цена. Во-первых, это понятно, да? Люди получают зародную плату. Что для человека пенсии? Все это понятно. Но плюс еще, мы платили за них, как за неработающих. Это тоже потери были несодержательные. Потом мы, допустим, касались темы, что нам много чего дала эта работа. Допустим, только по проекту ДакАгро миллиард 300 миллионов. Мы сегодня уже не будем выплачивать в бесспорном порядке по тому договору, который был составлен просто с грубыми нарушениями. Я бы сказал, с такими схемами, которые имеют преступный характер и признаки. Сейчас по этому поводу ведется расследование. Вдумайтесь, миллиард 300. Бюджет мог потерять. Сейчас мы разговаривали с специальным правительством. Еще 700 миллионов мы можем таким же образом посмотреть. Еще проект. Это, кстати, почему у нас не появились новые рабочие места. ДакАгро должно было дать новые рабочие места. Но оно их не дал. И вот те проекты, которые сейчас еще говорят, тоже не дали эти рабочие места. Мы говорили много про кирпичный завод. Кстати, я хотел бы отметить роль министра нашего, который ведет тему экологии. И мы жестко поставили вопрос, и будем это делать. И он заявил, и мы, естественно, последовательно будем отрилизовывать тему, что у нас не будет больше такого, так называемого, открытого или напольного обжига кирпича. Потому что это некачественный кирпич. Потому что это экологически вредно. И, в конце концов, это неэффективно. Что такое обжигать кирпич в чистом поле? Это что за технология? Правильно? То есть речь идет о такой адресной работе. Вот мы про это. Мы про это. А теперь вопрос стоит в чем? В том, чтобы создать современные кирпичные производства. Мы говорим этому бизнесу. Мы их тоже собирали и предупредили их, что с этого года этого больше не будет. Они знают, что это не был год на раскачку. Мы их предупредили. И эта работа будет продолжаться. Я сейчас обращаюсь ко всем, уважаемые бизнесмены, те, кто являются собственниками. Задумайтесь над этим. Нужно сотрудничать с властью и соблюдать закон. И я еще раз повторяю. Время, когда у вас вымогали что-то там, закончилось. Если есть какие-то сведения, сообщите, пожалуйста. Ничто не будет проходить без следа. Обращение одного из вас, одного из крупных налогоплательщиков о том, что он заплативший деньги, потом подвергся давлению и вымогательству, чтобы деньги, которые заплатил бюджет, как налоги, еще ему кому-то надо было передавать, закончилось арестом тех, кто это делал. Я вам обещаю, что так и будет дальше проводиться эта работа. Мы наведем порядок. И я должен доложить нашим зрителям, что на сегодняшний день в результате этой работы мы считаем, что сейчас окончательные цифры будут сбиты по статистике. Мы будем отчитываться в конце февраля в парламенте о проделанной работе. Мы думаем, что где-то около 4 миллиардов мы дополнительных средств бюджета получим. Это существенно. Мы их потратим и на больницы, и на школы. Мы их потратим на то, что сейчас нам так необходимо. Водоснабжение, другие задачи. Будем это делать вместе с парламентом. Вот сегодня на конференции говорили, будем каждый проект контролировать. В связи с конфликтом, возникшим на приграничной почве у двух соседних с нами регионов, Чечню и Ингушетии, в дагестанском обществе, конечно, выросло беспокойство по поводу возможных изменений административных границ республики. В этом смысле, как вы могли бы пояснить ваши заявления на Грозненском форуме СМИ по поводу того, что с Чеченской республикой будут обсуждаться вопросы границ? Я могу объяснить ровно так, как это было сказано на форуме в Грознен. Во-первых, я бы хотел подчеркнуть позицию главы республики Чеченской, Кадыров очень четко высказал эту позицию. Я ее разделяю, что задача состоит в соседей не в том, чтобы расставлять посты, а в том, чтобы решать проблемы в интересах людей. Мне кажется, это очень правильный подход. Это первое. Второе. Приведение границ административных между субъектами Российской Федерации плановая и обязательная работа, которая вытекает из решений президента и постановления правительства. Там четко определены сроки, в коем мы должны все согласовать между собой административные границы. Это цивилизованно, это правильно, это абсолютно понятно. Еще несколько лет на это есть. Есть время, и оно у нас есть. Мы, естественно, как и наши коллеги, соседи, все этим занимаемся. Эта работа ведется. Она ведется открыто, в установленном порядке. Результаты ее будут рассматриваться парламентами. И поэтому я еще раз подчеркну, вот эта обеспокоенность и тревога, на мой взгляд, излишни. Наверное, есть основания у людей подозревать, сомневаться. Но я обещаю, что все решения будут приниматься открыто и взвешенно. Причем у нас есть договоренность с коллегами из Чеченской республики. Кстати, эта инициатива была с их стороны, чтобы этой работой занялся парламентом Чеченской республики. В главе своего руководителя. С нашей стороны наш председатель парламента будет этим заниматься. Эта работа ведется. Ведется совместно. И мы будем здесь, я еще раз подчеркиваю, все вопросы обсуждать. И то, что нужно, будем выносить на обсуждение, если это потребуется, конкретных муниципалитетов, на территории которых, если будут какие-то возникать разночтения. Это будет делаться, я убежден, в интересах людей, которые проживают. И я еще раз хочу подчеркнуть, что президент Чеченской республики совершенно четко определил, что цель не в том, чтобы поставить пост и обозначить свою территорию, а в том, чтобы решить проблемы людей, живущих на этой территории. Я считаю, это очень правильный подход. То есть будет и общественное слушание, и народный исход, и референдумы, если потребуется. Предполагаю, да, потому что вот мы предварительно смотрели, и я передал нашим коллегам наш пока первый сбой. У нас получается, что значительная часть, это больше 90% территории, не имеет никаких претензий. И, как было правильно подмечено, наши предки собирались раз в год, делили пастбище, источники, то, что надо было, и жили в мире. Хорошая практика, надо из нее исходить. Сам вопрос постановки кадастрового учета, он нужен. Нужен для определения территории владений, внутри муниципалитета и между. Это понятно, это цивилизованный подход, абсолютно правильно. У нас здесь много напутанного, может, поэтому люди так и переживают. И слишком много было такого инициативного, самовольного, выходящего за пределы законодательства. Это, наверное, вызывает тревогу. Но этого не будет. То есть речь не идет о каких-то территориальных уступках? Я еще раз повторяю, мы сейчас зафиксируем то, что есть. Потом обсудим, потом взвесим и будем говорить. Я понимаю ваш вопрос, но я бы не хотел сейчас говорить даже на тему уступок. Это просто даже неуместно. Понимаете, это, по-моему, специально обостряют те, кто ищет, знаете, как горячую сковороду, на которой можно что-то такое сжечь, что привлечь внимание. Это я еще раз могу обещать. Вот просто как человек, которому сегодня доверен и народом нашего Дагестана и президентом выполнять обязанности главы. Этого не будет. Значит, будет работа. Работа партнеров, взаимно заинтересованных в интересах народов Чеченской республики, народов Дагестана. Все это будет, еще раз повторяю, в рамках закона, в рамках тех поручений, которые есть. Будет очень внимательно, очень детально все изучаться, взвешиваться. Дагестан – многонациональная республика. Национальный фактор здесь играет немаловажную роль. Система национального акватирования, прежде всего, в кадровой сфере, которая складывалась долгие годы, была сломана с вашим приходом. Появились какие-то новые методы кадрового отбора. В частности, вы провели конкурс «Мой Дагестан». Какие способы укрепления кадрового потенциала вы еще рассматриваете? Первое. К сожалению, первый вопрос, о котором мы говорили, по поводу нарушений законодательства и целого ряда преступных сообществ, которые были скрыты в высших шалонах власти нашей республики, исключали возможность эффективного использования бюджетных средств, поступающих в республику, и тех, которые должны собираться внутри республики. И когда я вам говорю про 4 миллиарда, где-то вот так, почему я говорю где-то вот так, потому что до конца года еще будет определенная статистическая нивелировка некоторых вещей, но где-то вот так мы понимаем. Так вот, все бы это было невозможно, если бы мы не навели порядок в высших шалонах власти. Кстати, люди это хорошо чувствовали, простые люди, и поддерживают это, за что я признателен. Понятно, это не всем нравится, особенно тем, кто потерял эти многомиллиардные доходы, но моя задача состоит в том, чтобы народ Дагестана жил лучше, и чтобы мы решали социальные задачи в интересах всего населения. И как мы это будем делать, ну, сейчас вот и парламент это будет контролировать, и вы будете, и все будут контролировать, посмотреть. Другого просто не будет. Это должно быть больше, естественно, социальных объектов, но я не буду сейчас в это вдаваться, это понятно. Теперь по поводу, как мы это будем делать дальше. Мне представляется и моим коллегам тоже, что продолжать вот такую практику репрессивную нецелесообразно, что условия созданы. Те сомнения, которые были у кого-то, что эта работа начата как компания, на какой-то срок, что кто-то уедет и все закончится, по-моему, уже развеяны. Понятно, что это работа, которую надо выполнять. Я надеюсь, что все больше и больше число людей понимает, что так жить дальше нельзя. Просто нельзя так дальше жить. Мы отстали. Очень серьезно. Я вот приведу пример. Недавно у нас произошло в Ленинокенте отравление, и заболели люди дизентерией, в том числе и дети. Водопровод, который используется, устарел. Рядом с ним лежит водопровод, который 4 года назад был. Но его до сих пор не запустили. В силу каких причин, пока не разбирались, но их не запустили. То есть неоперативное и неэффективное использование средств. Я уже говорил о некоторых примерах, когда мы потратили огромные деньги, оказалось, что в интересах групп руководителей или каких-то частных лиц и в результате несем огромные убытки. Что-то сейчас удалось уберечь. На эти деньги мы, значит, построим что-то другое. Вот, например, мы сейчас договорились, и этот вопрос обязательно вместе с парламентом, конкретно и с главами муниципалитетов, согласуем. Где-то около полутора миллиардов рублей мы направим на водоснабжение дополнительно. Таких денег раньше просто не было. Мы уже сейчас выделили значительные средства на строительство школ, больниц, на решение других социально значимых вопросов. Мы внимательно следим за тем, как наши жители Дагестана чувствуют, улучшается ли их снабжение лекарственными препаратами. Вот сейчас нам предстоит раздать более двух миллионов учебников. Мы, наконец-то, закупили в полном объеме, более чем на 800 миллионов в конце года. Большое спасибо председателю правительства, министру, нашим коллегам, которые этим занимались. Сейчас эти деньги у нас на складах. Наверное, изменится и система контроля за их распределением. Вот сейчас эти книги все до сих пор пока еще не раздаем, только потому, что на каждой из них будет голограмма. Она будет контролироваться, каждая книга. Мы хотим исключить то, что было постыдно ранее, когда книги поступали, правда, не в полном объеме. Сейчас она впервые в полном объеме. Все получат книги. И мы хотим, чтобы эти книги получали наши родительские комитеты в присутствии депутатского корпуса, общественных организаций, представителей политических партий. Мы очень в этом заинтересованы. Нам нужен объективный контроль. Это совпадает с нашими интересами. Тогда не будет возникать уголовных дел, и тогда министры будут скрываться от правосудия, а мы не будем стыдом смотреть людям в глаза, что те деньги, которые были выделены в бюджете, не дошли до их детей. Уход от дотационности – это давняя мечта Дагестана, дагестанцев и правительства Дагестана. К сожалению, подвижки были все время, но они запинались. Как вы видите это? Прежде чем я отвечу на вопрос, я хочу еще закончить тот, добавить. Уж вы там определитесь. Мы сейчас не только рассуждаем, мы это делаем. Я вам привел примеры, как мы работаем с бизнес-сообществом. Бизнес-сообщество откликается. Кто-то увеличил налоги в два, в четыре раза. Мы их будем защищать, мы будем раздвигать эти горизонты. Мы будем создавать условия для конкуренции. Понятно, да? Потому что если кто-то, воруя газ, работает как-то сто лет назад с технологиями, это нет будущего. Те, кто совершенствуется, растет – это высокая добавленная стоимость, это другого качества труда. Мы же этого хотим? Мы хотим. Значит, теперь мы вот, допустим, сейчас работу ведем, я вам тоже уже говорил, по нескольким направлениям, будем расширять по мере подбора людей, но все равно это очень медленно. Поэтому я хочу ответить на ваш вопрос, который я обошел, а вы деликатно мне не напомнили. – О кадровом потенциале. – О кадровом потенциале, о соблюдении национальных пропорций. Значит, скажу так, что я, как все люди, имею недостатки. Я не собираюсь соблюдать кадровые пропорции национально. Это я вам говорю просто откровенно. Я прислушиваюсь, понимаю, что это серьезная тема. Но я сейчас, как я вот пришел, когда утверждался, я сказал, что я буду исходить из принципа нравственного и профессионального. Я этому следую. И вот эти конкурсы, все это было, все понятно. Я рад, что и мои коллеги, которых становится все больше и больше, имея в виду, в обновленном составе правительства, они тоже разделяют эту позицию. Но что еще? Наверное, заметили, когда мы представляли обновленное правительство, то там были люди, которых мы взяли со стороны, были люди, которые выросли у нас внутри, но они не работали на этих должностях, обратили внимание. Но что важно, все они были представлены публично. И некоторые из них сделали заявление. Допустим, Карачаев Мобила Абдул-Анапович, который сказал, что вот то-то будет сделано, будут полигоны, будут закрыты эти заводы, значит, которые нельзя, чтобы больше уже работали, понятно, по кирпичу производства. Такой устаревшей технологии, вредной экологически. Это все делается. И мы видим его работу сейчас, и я думаю, что и люди видят его работу. Я могу сказать только спасибо. И, конечно, какие люди будут поддержаны. Для нас это очень важный пример. Это очень важный пример. Кстати, у нас, вы знаете, да, что в сельском хозяйстве есть подвижки. Первое, что откликнулось, сельское хозяйство. Так вот, у нас в два раза где-то, по-моему, увеличилось производство рыбной продукции. Это хорошее начало. Это тоже актив из этого министерства пришел. Это я просто показываю пример человека, который и прежде работал. Но у него появился второй министерство сельского хозяйства. Понимаете, это очень хороший пример. Я вот обращаюсь ко всем, и главам, и вселения, и к руководителям. Хороший пример, пожалуйста. Повторяйте, развивайте, превосходите. Прекрасное дело, да? Но не везде и не все так получается. Поэтому мы приглашаем людей со стороны. Ну, я уже говорил про Сдунова, и понятно, почему его пригласили. Потому что это руководитель Министерства промышленности Тарстана, передовой регион. Он пришел, принес с собой технологии, людей интересных. И эта работа ведется. Я считаю, что он делает очень важную работу. Значит, посмотреть по ряду других назначений тоже можно. Вы заметили, наверное, что мы сейчас стали искать и обращали, наверное, внимание на это. Кстати, очень интересно. Это вот заставило меня тоже свою позицию пересмотреть в чем-то. Когда мы проводили конкурс «Мой Дагестан», то среди финалистов, вы удивитесь, но число дагестанцев было близко к 90%. Хотя никто их не подбирал. Это была свободная выборка, самая современная технология международная. Проводили не мы. Мы проводили специалисты из коммерческой структуры, которую нанимали даже. Тоже не мы, а управление внутренней политикой администрации президента. За что им огромное спасибо. Ну вот, казалось бы, парадокс, да? Но это были дагестанцы. Большая часть не из Дагестана, а из других регионов. И чем эти люди интересны? Они уже как бы состоялись. Об одном из них показывал телевидение, пример он занимался там в аграрной системе. Мы его взяли, он бизнес. Таких примеров много сейчас. Мы с ними работаем. Кто-то проходит стажировку, заканчивается. Кто-то уже работает руководителем. Это очень интересные люди. Они пришли и принесли с собой технологии тех территорий, в которых они работали. Новый неизвестный опыт. Нам, конечно, интересен опыт не только Татарстана. Нам очень интересен опыт Москвы. Нам очень интересен опыт других субъектов, которые развиваются очень эффективно, энергично. И поэтому, конечно же, когда мы находим такого работника, который уже принесет к нам и культуру, и технологию, решений, для нас это, конечно, надежда на то, что мы сможем сделать в хорошем смысле рывок. И вот что точно я вот за это время, когда я вначале говорил о национальности, что я сейчас хорошо понимаю, что надо очень бережно относиться к чувству достоинства талантливого, трудолюбивого народа Дагестана. Поэтому я стараюсь сейчас, насколько это возможно, больше, чтобы приходило людей, дагестанцев. Но это дагестанцы могут быть не из Дагестана. И если мы здесь не находим такого специалиста. Я вот про это. Многие дагестанцы участвуют и в конкурсе «Лидеры России» и там добиваются успехи. Я вам сказал, по 90%. Это были дагестанцы. Кстати, из всех субъектов Российской Федерации участвовали. Мы на это тоже обратили внимание. Настолько активные люди хотят. Поэтому я вот даже бываю иногда за пределами, когда подходят. Я вот из Дагестана, что у нас происходит, мне интересно, я хочу работать, у меня там образование, что-то. Много людей, которые хотят поработать для Дагестана, для дагестанцев, я считаю, это большой ресурс для нас. Его надо оправдать. Дагестан — регион с преимущественным мусульманским населением. Вера, традиции и культура народов Дагестана оказывали определяющее значение. На все сферы жизни накладывали свой отпечаток. Каким вам видится сотрудничество с религиозными организациями? Вы знаете, у меня такое чувство, что у нас уважительные и заинтересованные сложились отношения сегодня с Муфтиятом, с Ахмат-Хаджи тоже, с нашей синагогой, с владыкой Варламом и православным приходом. Я думаю, что в сегодняшней расстановке наших религий я постараюсь играть ту роль, которая уже сложилась. Тот тренд, который вел всегда Дагестан и который обеспечил развитие на всех этапах. Может быть, за исключением того советского периода, когда религия была как-то объявлена вне закона. К счастью, это в прошлом. Я сам считаю, что после того, как советская система перестала существовать, а идеология советская, системы партийные были разрушены и от них отказались, то религия запомнила тот страшный вакуум, который мог бы просто быть окончательно разрушительным для нашей страны. И поэтому роль религии и у нас в Дагестане очень высока. И я еще раз скажу, что об этом уже писали, поэтому так бы я не стал говорить. Но я у себя возле кабинета разместил то, что высказывание из Корана, которое я взял с мечети, что Аллах наиболее милостив к тем, кто делает больше добра людям. Вы цитировали на инаугурации. Оно у меня возле кабинета. И я еще раз повторяю, я еще раз подчеркиваю, отвечая на ваш вопрос, что это мне понятно и понятно многим людям. Я считаю, что это принципиальная ценность, которой следую, мы достигнем лучшего будущего, более мирного, более комфортного, более успешного. Ну и в завершение о планах, перспективах на этот год, исходя из того, что уже достигнуто в прошлом году. Теперь вы в статусе полноправного главы республики и уже на многие вопросы смотрите по-другому, исходя из того опыта, который приобрели за это время. Вы знаете, скажу честно, что за это время, да, определенный опыт появился, лучшее знание, в чем-то судить не мне, но совершенно четко сейчас мы уже, у нас появились средства для развития. И что еще проявляется, что для того, чтобы развитие обеспечить, нам нужен бизнес. И очень важно, я сейчас обращаюсь к бизнесу, чтобы бизнес, который готов работать в правовом поле, действовал более энергично, потому что мы ждем наш бизнес. Бизнес из-за пределов Дагестана давно уже просится, стучится, но он будет сокращать возможность для конкуренции наших бизнесменов. Поэтому сейчас вот те, кто готов работать, еще раз подчеркиваю, в правовом поле, в современных технологиях, будут получать поддержку, это наша общая позиция. Мы будем помогать этому бизнесу вставать, развиваться, опекать его, защищать от разного рода притеснений, несправедливости, вымогательств. Для этого сегодня мы обладаем всем инструментарием. У нас есть система антимонопольного регулирования, у нас есть система налогового контроля, у нас есть система прокурорского надзора, у нас есть система судебная, которая работает. И я сегодня, как вы подчеркнули мою ответственность, и не уходя от этого, я хочу сейчас взять и на себя ответственность. И я обязан обеспечить, чтобы вся эта система политически реальна, была защищена, работала эффективно, и чтобы мы вот этот климат, который формировался в начале, как вы отметили в прошлом году, такими методами, все больше и больше переходил в область экономики, соблюдения правил. Почему возникли те уголовные дела коррупционного характера, хозяйственные? Потому что бизнес действовал за пределами правого поля. Сегодня мы как раз об этом говорили, и вот работа в правом поле, она исключает в том числе и личные трагедии тех людей, которые работают в бизнесе, и в большей даже, наверное, степени тех, кто контролирует бизнес и кто подвергает себя соблазну и других, пытаясь получить какие-то такие вот по коррупционным схемам и другим преступным незаслуженные доходы. — Вы очень важную вещь сказали на прошлой неделе о том, что нужно прийти к системному решению именно проблем, вопросов, потому что раньше многое решалось в ручном режиме, и это, конечно, вредило делу. — Вы знаете, мы пока не готовы еще, к сожалению, я вам должен признаться, это пока задача, которую надо решать, но что уже есть, что уже неплохо. Мы сейчас ведь еще что делаем, я вот вам об этом говорил, мы начали сейчас такой соревнованный эксперимент, у нас вот в этом здании на первом этаже есть класс, мы там учим всех. И в этом классе, как, впрочем, еще есть учебная аудитория в нашем госуниверситете, где тоже мы учим. Учим на опыте управления концерном Toyota, который за 11 лет наш Атоммаш сумел реализовать в наше паровое пространство, в наш менталитет, и который дал то, что сейчас летает, чем мы гордимся, то, что работает, одна из лучших отраслей. — Внедрен на российской почве. — Внедрен у нас. И что самое ценное, огромное спасибо Сергею Владимировичу Кириенко, который не только нам помогал с моим Дагестаном, но и продолжая, понимая, что эти люди должны идти дальше, нам помогают, причем за свой счет. Приезжают специалисты, вот я очень признателен этим людям, Обозову, Орженцову и другим, которые здесь проводят время, и вот сейчас уже появились, скоро это будет достоянием, я надеюсь, общественности, допустим, начиная с детского сада, с яслей детей учат вести себя рационально, безопасно. И если, допустим, ребенок начинает правильно снимать себе одежду, вешать ее в шкафчике по полочкам, и там все это показано, понятно, ребенку нарисовано, а потом так же одеваться, то воспитанница говорит, я трачу на то и другое по 15 минут, меньше на группу, значит, у меня больше остается времени для занятий, приятно. А мальчик показывает маму, там говорит, он дома меня начинает учить уже, говорит, мама, ты неправильно, ты знаешь, вот так. И, допустим, вот эта зона открывания двери для ребенка опасна, там она обозначена красным, ребенок начинает ходить уже в той зоне. Это происходит с малых лет, я про себя думаю, какие же хорошие люди вырастут с ними, если они еще потом придут в школу, а потом в институт и далее. И еще мы провели эксперимент, потому что видели это, наш министр взялся за это здравоохранение, спасибо ему с помощью этих специалистов, этих технологий. Мы взяли две, как тестовые, как пивотные проекты, поликлиники, взрослую и детскую. Ну, достаточно сказать того, что очередь в плане забора крови сократилась до двух минут. То есть человек приходит, две минуты тратит, у него кровь взяли. До этого до получаса. Люди сидели по 40 минут, тот говорит дольше. Сегодня нет очередей. И при этом не добавили людей, ничего нового не добавили, просто организация работы. Это очень начало хорошее. Если мы пойдем дальше, так везде, то мы можем много добиться. Есть тревога, потому что такая вот организация, она приводит к сокращению рабочих мест. Мы это понимаем, мы это чувствовать будем, мы будем следить, мы не будем этого допускать. Для нас сейчас очень важно, чтобы мы, не создавая высоко технологичные, по сути, по определению, высоко оплачиваемые места, при этом мы не создавали безработицы, ну понятно, не снижали уровень жизни людей. Я хорошо понимаю, что идут непростые процессы, в том числе связанные и с контролем за теневыми потоками, которые образовывались. Это нам предстоит решать. Эту проблему мы видим, будем ей обязательно заниматься. Потому что, ну как пример, если раньше, к сожалению, у нас была поставлена на поток работа по выдаче удостоверения и признания инвалидов, то теперь эта работа, как говорится, всегда под контроль. И мы понимаем, что это незаконно, это преступно, это недопустимо. И мы понимаем, что значительная часть инвалидов не подтвердят свою инвалидность и не придут на экспертизу. Потому что сейчас это все уже по-другому контролируется. И та система, которая была разрушена, обезглавлена, по ней ведется расследование по виновным и организаторам. Но при этом мы понимаем, что какие-то средства при этом получали люди с ограниченными доходами. И они оказались в сложном положении. И поэтому нам сейчас предстоит много чего решать. И в том числе мы сейчас, ну детали не буду вдаваться, но как раз вот вместе с главой будем заниматься с тем, чтобы создавать рабочие места поближе к людям, смотреть, как это сделать. Ну, во всяком случае, мы встали на непростой путь, я еще раз подчеркну, у нас, безусловно, проблем намного больше, чем решений. Но в той части, в которой вы задали сейчас вопросы, насколько я подготовлен, я вам ответил. Спасибо. А так это не результат. Я уже давно понял. Это результат, это динамика. Постоянный процесс поиска. И, конечно, спасибо большое за ваше внимание, за то, что мы сегодня еще разговаривали с коллегами, потому что вот это обратная связь. Потому что вы все работающие в журналистике, многие годы анализировали тему, вы видите динамику, вы видите проблемы, вы видите их в исторической такой перспективе. И, конечно же, ваши оценки, работа с вами, они помогают нам иногда найти более правильное решение и где-то уберечься от ошибок, коих бы, конечно, хотелось бы избежать. Спасибо. Спасибо за доверие. Спасибо за беседу. Успехов вам. Спасибо. И вам тоже.